Весна и лето приносят не только долгожданное тепло и дачный сезон. В это время возрастает риск пожаров, в том числе и в жилом секторе. Как обезопасить свою жизнь, какие причины приводят к тяжким последствиям и какую работу сегодня проводят сотрудники МЧС России, об этом и не только здесь и сейчас говорим заместителем начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Павлом Васиным. Павел Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире Телефон Студии 324322. Код города 4922. Есть вопросы, звоните обязательно с гостем, на них вам ответим. Павел Александрович, вот какова на сегодняшний день оперативная обстановка в нашем регионе? Каким направлением может быть рост? У нас наблюдается происшествие, по каким спад? И в принципе, картина изменилась с наступлением весны? Да, с начала года у нас в связи с холодной погодой, аномальными морозами, которые мы с вами в новогодние праздники ощущали, был серьезный всплеск по количеству пожаров, по количеству погибших людей на пожарах на территории области. По-моему, 9 у нас погибших было за период новогодних праздников. В прошлый год, я имею в виду 23-й, только один погибший за этот же период. Но вот с приходом весны, с 1 апреля у нас на территории области фиксируются первые случаи, зафиксированы первые случаи именно 1 апреля, так сказать, ландшафтного пожара, травяного пожара, это горение сухой травянистой растительности. Но затем ситуация резко изменилась, вот эти первые случаи пошли, зато было похолодание, осадки на территории области, и ситуация стабилизировалась. А в связи с тем, что у нас в прошлом году, в это же время, хотя и позже чуть-чуть фиксировались первые случаи, по-моему, с 4 апреля, мы сейчас, как бы за счет этого, за счет того, что количество упалов травы было в прошлом году кратно больше, по общей динамике, потому что травяной пожар, он у нас учитывается также по нашей учетной дисциплине, как приравнивается, как и любой другой пожар, техногенный жилой дом или сарай. То есть у нас наблюдается благодаря этому с 1 апреля снижение большое на 26% количества техногенных пожаров. Также в апреле прошлого года у нас за апрель было зарегистрировано 16 случаев погибли людей на пожарах. Вот благодаря этому с 1 апреля мы также, так сказать, в минус вышли по количеству погибших людей на пожаре, то есть 30 у нас людей, к сожалению, погибло на территории области в текущем году, в прошлый год 35, но уже за сегодняшний день, вот за рабочие, только у нас 2 погибших и 2 травмированных мы имеем людей на территории области, это Киржайские и Петушинские районы. Ну, стоит отметить, что у нас количество пожаров в жилых зданиях, что отрадно на территории области, снизилось на 8%. Это, ну, в первую очередь говорит о сознательности граждан и то, что профилактическая работа организуется на должном уровне на территории области. Ну, отмечаем увеличение случаев горения транспортных средств, произошедших на территории области. В этом году 69 случаев, в прошлом году 57. О том, какие меры предпринимаются в регионе, чтобы предотвратить пожары, у нас есть небольшой материал, предлагаю его посмотреть. Более 40 палов сухой травы зарегистрировано в области с начала весны. Такой статистикой делятся сотрудники МЧС. Трём виновным предстоит выплатить штрафы. Сумма может составлять от 10 до 800 тысяч рублей. С 10 по 21 апреля в регионе действовал особый противопожарный режим. За его соблюдением спасатели следят постоянно. Во время рейдов не только общаются с людьми, но и поднимают в воздух беспилотники. Это обсудили на заседании правительства. Специальные комиссии проверили более 12 муниципальных образований. Среди нарушений – отсутствие средств набора воды и нехватка добровольцев для тушения пожаров. Поэтому есть нарушения. Надо в конце концов где-то и тренировочные мероприятия проверить. Подъезжает там бочка для забора воды с помпой или машина, или не подъезжает и так далее. Поэтому, Дорогий Александрович, надо эту работу по проверке комиссионных замечаний проделать в мае. 22 апреля особый противопожарный режим отменили. Постановление подписал глава региона Александр Авдеев. Но пожароопасный сезон в регионе продлится до 15 октября. Поэтому часть ограничений остаются в силе. Я предлагаю поговорить как раз сейчас о том, какие у нас ограничения сохраняются. Потому что мае вообще это время шашлыков, а мае у нас не за горами. Какие сейчас есть правила предписания по этому поводу? Основные требования у нас прописаны в правилах противопожарного режима. Там есть целое приложение, которое посвящено этой тематике. То есть устанавливаются правила использования открытого огня. Напомню, что правила противопожарного режима утверждены постановлением правительства номер 1479 от 2020 года. Жители региона могут самостоятельно, чтобы не было каких-то толкований, или когда к ним придет инспектор или представитель органов местоправления, наделенными соответствующими полномочиями, составление протокола, могут самостоятельно изучить и доказать свою правоту, что они правильно это делают. И в то же время, наоборот, делать это правильно, с уверенностью. Основные требования разрешаются в пожароопасный сезон. Сейчас, как было отмечено в репортаже, особый противопожарный режим приостановил свое действие. Но мы рекомендовали органам местоправления на своими решениями в ряде муниципальных образований посмотреть, потому что к концу недели обещают повышение класса пожарной опасности с листа до 4 класса. Это, в принципе, будет являться основанием также для введения особого противопожарного режима. То есть жителям надо внимательно следить за средствами массовой информации, за сайтом муниципальных образований, чтобы именно знать, что введен или не введен. В этом году всем, наверное, приходили смс-сообщения, где мы оповещали жителей, именно чтобы не было каких-то двойных толкований, что введен особый противопожарный режим. Вот сейчас он снят. То есть жители региона могут применять открытый огонь, но при следующих условиях, основных условиях. Если это специально оборудованное место, то есть для сжигания мусора, там, листвы, веток, вот, выкапывается, оно устроено следующим образом, выкапывается яма, либо ров глубиной не менее 30 сантиметров, диаметром не более 1 метра. Соответственно, расстояние от этого места для сжигания до зданий, сооружений должно составлять не менее 50 метров, до хвойных лесов и отдельно стоящих хвойных деревьев не менее 100 метров, до лиственных лесов и отдельно стоящих лиственных деревьев не менее 30 метров. Вот. Если вы используете вот это специально оборудованное место в виде бочки, мангала, любой другой емкости, но не более 1 метра кубического, то эти расстояния допускается снижать в 2 раза. Вот. Специально для дачников, для тех лиц, которые имеют, ну, то есть вот эти расстояния, я назвал, которые они используются для, применяются для, если вы сжигаете на общей, на территории общего пользования, если вы сжигаете на своем дачном участке, то расстояние до жилых строений, до сооружений должно составлять не менее 15 метров. Вот. И если вы производите сжигание в бочке, то это расстояние допускается снижать еще в 2 раза, то есть до 7,5 метров. Бочка, мангал, все едино. Что касается, ну, эта емкость не должна обеспечивать, чтобы из нее угли не распространялось, не вываливались угли. Если вы сжигаете огонь для приготовления, как вы сказали, шлыка или другого, любого там блюда, вот, допускается, устанавливают мангал на расстоянии от 5 метров, то есть до зданий сооружений. Но также следует учесть то, что требования правил противопожарного режима содержат и ряд других мероприятий, которые подразумевают, во-первых, это очистка должна производиться территорией вокруг вот этого места сжигания, то есть там для разных случаев разные расстояния указываются, но вот для мангала, например, для приготовления шашлыков расстояние 2 метра, то есть по периметру в радиусе 2 метров никаких горючих материалов рядом с мангалом не должно присутствовать. Во-вторых, во время сжигания огня или приготовления вот пищи шашлыка вы должны присутствовать полностью от и до на этом месте, когда производится сжигание. Вы должны обеспечить, соответственно, после проведения вот этих мероприятий по сжиганию, там, растительности или приготовления, соответственно, затушить угли, там, залить, забросать песком. Далее, у вас должны быть в наличии первичные средства пожаротушения под рукой, чтобы как-то оперативно в случае какого-то события отреагировать. У вас должны быть средства мобильной связи под рукой, если что-то произошло, вызвать подразделение пожарной охраны. Также не допускается проводить такие работы вот эти с открытым огнем при сильном ветре, ну и, соответственно, как вы с вами говорили, уже в ходе особого противопожарного режима. И также отдельно доведу то, что вот у нас граждане пытаются все, все время как бы все сжечь, что есть лишнее, да, в этих кострах, вот, но законодатель определяет именно, что подлежит сжиганию какая-то органические вещества, то есть древесина, сухая растительность, но запрещено сжигание каких-либо легкопослоняющих горючих жидкостей, каких-то химических веществ, пластика. А чем еще нужно помнить тем, кто любит отдых на природе сейчас? Ну, также запрещается сжигать под кронами хвойных деревьев, то есть, если вы пошли на природу, там, например, решили рожечь, там, приготовить пищу какую-то, мангал, то есть, это надо делать с предосторожностью, с соблюдением тех вот расстояний, которые я вам назвал, ну, лучше вообще, как бы, пока вот не вырастет везде зеленая молодая трава, то есть, от таких мероприятий воздержаться. Павел Александрович, вот следующая проблема, пал травы, вот, знаете, меня всегда вот удивляло, вот, откуда в народе столь стойко уверенность, что это вообще полезно для земли, для растений, вот, как вы думаете, и сразу в догонку, считалось, как бы, что это более старшее поколение, как бы, привыкло в свое время палить трава, вот сейчас, как бы, времена меняются, вот этих случаев больше становится меньше, или это не зависит от года рождения? Ну, это я так отвечу на этот вопрос, то, что, ну, может, даже не согласен с вами, что народ так считает, вот, побывав на территории области, по беседу с населением, с пожилыми гражданами, вот, в принципе, у них такого понятия-то и нет, что надо сжигать эту траву, такого понятия нет, я думаю, больше это из-за неосторожного обращения с огнем происходит, то есть, проехал машину, водитель покурил, бросил окур, там идет, как вы говорите, вот, отдыхают на природе, да, пошли куда-то в поход, там, покурили что-то, там, разожгли огонь, не затушили, вот, да, имеется в определенный фактор детский шалост с огнем, когда детям, ну, просто интересно, там, или что-то, или в школе им не объяснили доступно, что это очень опасно, то есть, поджигают, но, я думаю, у всех такое понимание есть, то, что вот этим пожаром мы причиняем ущерб микрофлоре, там, растениям, вот, и на месте пожарища-то обычно крапива растет, а не какие-то, там, ценные, да, ценные травы. А вот вам за свою практику доводилось столкнуться с людьми, которые, вот, целенаправленно, именно пал травы устраивали, ну, с какими-то, там, целями, чтобы, действительно, чтобы потом что-то выросло достойно на этом месте? Нет, но это возможно, наверное, только от лени, если кому-то не лень, там, убирать свой участок, да, там, производить окос травы, там, производить уборку с граблями в руках, а легче поджечь, да, чтобы огонь слезал, и все было чисто. Я вот лично не сталкиваюсь, чтобы именно, вот, пал трав, мусор, да, ну, как бы, люди жгут мусор, только не зная, ну, не зная требований, которые должны они соблюдать при этом сжигании, а вот, что взрослый там человек, как бы, не встречал. Ну, хорошо, но случаи все равно бывают такие. Вот как вы с этой угрозой справляетесь? Вообще, есть ли у вас полномочия привлекать к ответственности тех, кто, ну, не знаю, волей или неволей пал травы устраивает? Да, мы ежегодно по данному направлению деятельности работаем, вот, при установлении пожароопасного сезона. Сейчас, к сожалению, законодатель чуть определил жестче, мероприятие, которое мы должны провести, чтобы привлечь гражданина к административной ответственности, но, тем не менее, соответствующие полномочия и есть. Вот, в рамках, вот, особого противопожарного режима, который вот у нас был на прошлой неделе, нами только было, нашим подразделениям было составлено 7 протоколов административных правонарушений, также возбуждено 26 административных расследований. Аналогичную работу проводят и органы местного управления, которые наделены полномочиями вставлять протоколы за сжигание мусора, также за наличие мусора, это нарушение правил благоустройства. Также по этой линии очень серьезно работает Россельхознадзор, который вставляет протоколы за зарастание земель, то есть их использование не по назначению. Но, в частности, на прошлой неделе нашими сотрудниками, в связи с тем, что именно и норма-то сейчас предусмотрена, как бы позволяет привлечь к административной ответственности, но сразу уже виновнику на месте вручается постановление и квитанция на оплату административного штрафа. Вот 4 гражданина у нас на территории области сразу получили квитанции по 10 тысяч рублей на оплату штрафа, потому что был особый противопожарный режим. Штрафы на граждан, я напоминаю, составляют от 10 до 20 тысяч рублей в особый противопожарный режим, никаких предупреждений не предусмотрено как вид административного наказания. Сейчас он снят, соответственно, у нас штрафные санкции составляют от 5 до 15 тысяч рублей, но также предусмотрено и предупреждение. Вообще, полтора байта является серьезной проблемой по весне для МЧС? Да, но первое, то есть тратится ресурс как и людской, так и горюче смазанных запасочных материалов, так и ресурс техники нашей. Сейчас, кстати, принято на территории области постановление правительства, которым предусмотрено, что на тушение именно ландшафтных пожаров на территории области за пределами населенных пунктов должны привлекаться силы и средства РСЧС, то есть это и муниципальное образование, и спасательные формирования, которые есть в муниципальных образованиях, добровольные пожарные, всевозможные муниципальные предприятия, которые имеют водовозную технику, они в обязательном порядке должны наравне с нашими подразделениями реагировать на возгорание травы. Сейчас уж мы про технику заговорили, вот недавно новый автомобиль получили сотрудники пожарной части в Суздале. У нас есть материал на эту тему, предлагаю его посмотреть. Машина у нас укомплектована всем ПТВ, то есть это у нас пожарные рукава 77-го диаметра, используется для магистральной линии. Начальник дежурной смены Вадим Пичугин показывает новый пожарный автомобиль. Автоцистерна на базе «Урал» незаменима при работе в сложных условиях. Главные достоинства – хорошая проходимость и большой запас воды. Чем хорошо «Урал», так как в нашем районе очень много деревянных домов. И нам требуется на первоначальном этапе очень много воды, чтобы ликвидировать распространение огня. У многонаселенных пунктов – это деревни, это поселки, где зимой очень часто не причащают дороги. Это машины проходимые. Резервуар машины вмещает 6 тысяч литров воды. Этого хватает на 5-7 минут тушения огня. За это время второй пожарный расчет успевает развернуть магистральную линию от водоема или через гидрант. Водитель автомобиля говорит, больше всего проблем возникает зимой. Когда очень многие гидранты, трудно подъехать и в водоемы. Трудно подъехать или очень толстый слой льда, который нужно будет выпиливать где-то посередине, потому что с самого начала угромки забрать воду практически невозможно. С этими большими машинами, где большой объем воды, таких проблем становится намного меньше. А вот с начальником пожарной части Сергеем Евграфовым нам пообщаться не удалось. Неожиданно по сигналу тревоги весь караул срочно выезжает на тушение пожара. На, держи! ЧП произошло в деревне Даниловка. Задача диспетчера – принять сообщение и оперативно направить пожарный расчет на место возгорания. Дополнительную информацию по вызову специалист дает коллегам, пока они едут на точку. Водоем находится в конце деревни. На месте сейчас работает 28-я пожарно-спасательная часть, остальные в пути. Прием, обработка сообщения, своевременная высылка техники, правильная высылка техники. Судоковский пожарно-спасательный организм. Да. В сторону Исакова, по правой стороне будет, но не доезжая до Исакова. Всего в пожарной части города Судокды трудится около 50 человек. Заступая на дежурство, никто не знает, сколько выездов будет за смену. Круглосуточно они готовы ликвидировать возгорание любой сложности. О технике мы еще поговорим, а пока у нас звонок. Давайте послушаем, какой вопрос подготовили наши телезрители. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот у нас когда-то пахло дымом, я самостоятельно вызвал пожарника, чтобы он все посмотрел. Можно ли вообще так делать и тушить пожар самому, или вызывать пожарника, или огнетушить, или иметь вовремя. Что делать, скажите мне. Как лучше реагировать в такой ситуации? Ну, конечно, мы за, обоими руками за, чтобы каждый житель нашей области имел под рукой или в своем жилище первичные средства пожаротушения. Это раньше было установлено правилами против пожарного режима. Вот, к сожалению, года три, наверное, назад убрали то, что около частного дома должна на летний период либо бочка с водой, либо иметь в этом частном доме первичные средства пожаротушения. Мы рекомендуем жителям, соответственно, купить. И многие жители, кстати, деревень, вот после происходящих пожаров на их же, в их же деревнях, советуются по этому поводу, ищут там через знакомых, кто имеет отношение к нашей профессии, то есть где купить, какой лучше купить. Ну, а вторую часть вопроса. У нас существует в правилах против пожарного режима порядок действия любого гражданина при возникновении пожара. Напомню, это прежде всего сообщить о пожаре, назвать адрес места пожара по телефону 01-101, либо телефон 112. Дальше принять меры по эвакуации других лиц с этого объекта, где произошел пожар. И, соответственно, принять посильные меры к тушению пожара. То есть это четко закреплено. Гражданин обязан до прибытия подразделений пожарной охраны при отсутствии угрозы его жизни, соответственно, принять меры к тушению пожара на начальной стадии. Вернемся к сюжету. Вот мне интересно, планируется ли обновление или пополнение парка техники для МЧС в ближайшее время? Владимир Владимирович, ну, постоянно идет обновление техники, как за счет федерального бюджета к нам поступают централизованные поставки пожарных автомобилей. В прошлом году за счет федерального бюджета, по-моему, 7 единиц было поставлено Владимирской области и 2 единицы закуплены правительством Владимирской области. Это основные единицы пожарной техники, но также были закуплены и автобус, грузовой автомобиль, автомобиль газодумезащитной службы. Конечно, общий парк техники, который на территории области наших подразделений, это более 300 единиц пожарной техники. Хотелось бы больше, конечно, хотелось бы новой техники побольше, но вот такие тенденции. В этом году, кстати, сегодня с утра в главном управлении приехал в репортаже такой же автомобиль, показывали, АЦЛ называется, автоцистерная лестница. Вот такой новый автомобиль пришел также, вот его сегодня приемкой его осуществлялась в главном управлении. В текущем году это первый единиц техники, который поступил на вооружение к нам. Следующая тема – лесные пожары. Мы к ним готовы? Да, готовы, но не все мероприятия на территории области еще проведены. В частности, мы видим, что вода не везде отошла, то есть просто весеннего паводка, и почва не просохла. Сейчас самая основная проблема на территории области – это обновление миниализированных полос по периметру населенных пунктов, а также по периметру и в самих лесных массивах. То есть еще трактора, сельхозтехника не может заехать туда, чтобы провести пропашку, то есть чистить почву от верхнего слоя, то есть до минерального слоя земли, чтобы не было перехода от этих, как мы с вами говорим, ландшафтных пожаров, горения травы, как и на населенные пункты, а также на лесные массивы. Но проверка у нас на территории области проведена. Субъект оценен как готовый к прохождению пожароопасного периода. В принципе, все силы и средства имеются на территории области. Спланированы мероприятия также по проведению соответствующих работ в лесах, это и поддержание противопожарных водоемов в лесах, и устройство также противопожарных дорог, также мы говорили уже про мин по лосам. Также с 15 апреля установился пожароопасный сезон, начали работать пожарно-химические станции, которые именно занимаются тушением лесных пожаров. Проводится мониторинг лесопожарной обстановки. У нас, вы видите, все прекрасно, часто летает Ан-2 самолет Кукурузник, да, в простонародье. Это самолет Владимирская авиабаза, именно он занимается мониторингом пожаров в лесах Владимирской области. Также применяются очень активно беспилотные летательные аппараты, которые также мониторят ситуацию с лесными пожарами. Также с помощью космического мониторинга спутники, которые находятся на орбите, выявляют термические точки. После этого туда следует наше подразделение для проверки, то есть что же там. Ну, они всегда подтверждаются, это либо, например, пожар жилого дома, да, они его тоже видят, но все равно вся эта информация отрабатывается, то есть что это за пожар, информация передается. Также работают у нас на территории области видеокамеры, установленные на вышках сотовых операторов, они следят именно за, выявляют в автоматическом режиме задымления очаги, вот сегодня, кстати, такой был, тоже там был именно травяной пожар, вот, и работают оперативные группы, которые также следят за, так скажем, поведением граждан, да, не жгут ли костры, там все, как бы выявляют нарушителей. Вот упомянули вы противопожарные водоемы, а вот что касается населенных пунктов, там водоемы готовы к сезону? Ну, это проблематика вечная для пожарной охраны, это состояние противопожарных водоемов. Ну, вы прекрасно понимаете, что вода – это основное огнетушищество, да, и что никто, ничего особо, никакой альтернативы этому нет, потому что другие средства, там, порошки, пина – это все очень дорогостоящее. Вот. Круглый год у нас проблематика по данному поводу на территории области возникает, это зимой водоемы перемерзают до дна, когда наши подразделения не могут забрать, не чистятся подъезды к водоемам, к водоисточникам, что машины не могут подъехать. Ну, сейчас-то проще. Да, сейчас водоемы растаяли, но чтобы, там вот мы в репортаже видели, Урал, который везет на себе 6 тонн воды, и еще 6 тонн весит, он просто утонет сейчас. Если к водоему не сделать подъезд, если не сделать на этом водоеме разворотную площадку, то он просто, он до этого водоема доедет, но он там и останется стоять. Ну, то есть, у нас на территории области порядка 3000 водоисточников наружного противопожарного снабжения, то есть, которые могут использоваться как источники наружного противопожарного снабжения, и более 500 из них вот именно не оборудованы подъездами, площадками, это не таких больших финансовых средств, там, отсыпать чебнем, там, не надо нам асфальт делать каждому водоему, отсыпать, отсыпать чебнем, отсыпать, соответственно, сделать этот пирс, разворотную площадку 12 на 12, чтобы цистерна могла подъехать, заправиться. Также есть и проблематика и по пожарным гидрантам вот в городах, то есть, с числом жителей более 5000 противопожарного снабжения предусматривается от сетей хозяйственного питьевого водоснабжения, все мы видим, когда идем на домах, таблички ПГ, то есть, и стрелочки с расстоянием, это вот именно пожарные гидранты. На территории области более 10 тысяч таких гидрантов имеется, но, к сожалению, порядка 500 из них неисправны, то есть, ну, это технические средства, они периодически ломаются, вот, как бы, тут тоже бы хотелось, чтобы органы местного управления поактивнее, то есть, проводили ремонт этих, соответственно, пожарных гидрантов, вкладывали в это финансовое средство. Знаете, часто пожары возникают в частном секторе, где, в основном, пожилые люди проживают, вот, как с ними, как с группой риск организована работа МЧС? Ну, здесь не только МЧС ошляет работу профилактическую с такой категорией граждан, но, в первую очередь, если эти люди являются инвалидами, с ними, соответственно, органы социальной защиты населения проводят профилактическую работу, посещая их на дому, а также органы местного управления, комитеты территориального общественного самоуправления, такие, как КТОСы в городах, так и старосты населенных пунктов. Мы вот с этой категорией, с КТОСами, со старостами на периодической основе проводим занятия, чтобы затем они это, соответственно, доводили до населения, ну, соответственно, также и размещаем информацию, средства массовой информации, пожилые люди читают газеты еще, размещаем информацию, соответственно, содержание средств массовой информации, то есть, вот, призываем, ну, например, более молодых, ну, детей этих, пенсионеров, да, престарелых граждан, следить за ними, там, следить за состоянием проводки, печей в их жилище, ну, такие мероприятия проводятся. Наша программа подходит к своему завершению, закончить бы я хотел следующим вопросом, вот, какие ошибки чаще всего совершают жители при пожаре и что нужно делать, чтобы избежать трагедии? Ну, пожар избежать полностью, там, в процентах случаев, я думаю, никогда не получится, вот, у нас, кстати, 30-го числа будет 375 лет пожарной охране России, вот, отмечаться, вот, но мы с вами говорили, вот, про порядок действий, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, это вызов пожарной охраны и, соответственно, принять необходимые меры, вот, в том числе принять меры в случае угрозы к собственной эвакуации. У нас жители иногда, выходя из горящего дома полностью, начинают возвращаться туда, искать какие-то документы, соответственно, гибнуть на этих пожарах, вот. Стоит провести беседу и объяснить своим маленьким детям, как надо себя вести. Я понимаю, что детей запрещено оставлять вообще, ну, дома одних, да, без присмотра, но разные ситуации в жизни бывают, до магазина, до аптеки. То есть, объяснить ребенку, что если что-то произошло дома, необходимо не прятаться где-то там под кроватью, в шкафу, а выйти в коридор, позвать взрослых на помощь, чтобы они вызвали пожарную охрану. Ну, это основные правила для вот этих двух категорий населения. Спасибо. Благодарю, что пришли к нам сегодня на эфир. В студии «Губерния-33» был заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Павел Васин. А завтра мы будем говорить о том, с какими жалобами обращаются жители области в прокуратуру. Программу вел Владимир Михайлов. Хорошего вечера и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»